Моразм на России крепчает. Итак, приготовьтесь. Дальше топ новостей из Запоребрика. И новость номер один. Из-за визита диктатора Путина в Пермь местные столкнулись со множеством бытовых неудобств, не говоря уже о грубых нарушениях гражданских прав. Так, владельцы гаражей, которые расположены по пути прохождения кортежа российского диктатора, вдруг обнаружили, что их двери были незаконно заварены силовиками в связи с проведением международного форума «Россия – спортивное государство». Об этом в своем твиттере рассказал бывший советник министра внутренних дел Украины Антон Герасченко. «Рекомендуем не открывать данное помещение в целях вашей безопасности», – говорится в расклеенных предупреждениях от МВД РФ. При этом заваренными оказались не только двери гаражей, которые еще закрыли пропагандистским баннером, но и канализационные люки и опломбировали даже двери подвалов. А еще в связи с приездом Путина в Перми отключили все онлайн-камеры и даже светофоры, из-за чего на улицах образовались огромные пробки. В то же время на маршруте самого диктаторского кортежа ни людей, ни транспорта не было видно, из-за чего город казался вымершим. Также сообщалось и о перебоях с интернетом и мобильной связью, что также может быть связано с мерами безопасности, принятыми российскими спецслужбами. А еще в Татарстане депутат Гурсовета, отправящий партии Азад Хамаев, раскритиковал поведение несовершеннолетнего сына Рамзана Кадырова, но уже на следующий день извинился за это. Поводом к его недовольству стала недавняя история, когда 15-летний потомок чеченского диктатора Адам избил скованного наручниками Никиту Журавлева, арестованного за сожжение Корана. Из жизни. Наш глава, субъект Российской Федерации, за избиение человека присваивает звание героя своему сыну. Дальше, развивая свою вот эту идею, присваивает ему, говорит, что он герой всех мусульман. Глава Татарстана Рустан Миниханов, испугавшись реакции Кадырова на претензии к его сыну, сразу же поспешил публично откреститься от Хамаева, заявив, что в Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу. Видео скандального выступления было моментально удалено с сайта Гурсовета. Местные же пропагандисты поспешили сообщить, что депутат Единоросс уже сожалеет о сказанном и извиняется, и процитировали его. Выступая на заседании Гурсовета Республики, высказал лично личное мнение, которое не поддержали мои коллеги. Приношу свои извинения за свое эмоциональное высказывание, которое может навредить взаимоотношениям между братскими народами. А теперь самое любимое о детях. На этих фото воспитанники детского сада Тополек в Бурятии. Их нарядили в балаклавы и предложили плести маскировочные сетки для оккупантов. Все это произошло в рамках экскурсии в волонтерский штаб Благопомощь ОС. А это уже Челябинская область. Там полиция заинтересовалась детской командой по футболу «Радуга». Все из-за флага с «Радугой». Житель Снежинска написал донос в полицию. По его мнению, флаг пропагандирует ЛГБТ-ценности среди дошкольников. Ну и вишенка на торте. Спикера МИД РФ Захарову назвали сильно выпивающей шмарой. И кто бы вы думали, один из ведущих российской пропагандистской программы «Соловьев Лив» Евгений Сатановский разразился жесткой критикой в адрес официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Поводом для этого стали ее высказывания по военной операции «Цахал» против боевиков палестинского террористического движения «Хамас» в секторе Газа. А поскольку сам Сатановский является этническим евреем, то позиция Захаровой, которая позволила публичную критику в адрес Израиля, его очень оскорбила. И еще одна сильно выпивающая шмара, которая у нас, тем не менее, спикер нашего МИДа. Вот такие новости. Вы пока подпишитесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Для нас это очень важно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.